друзья всем привет значит сейчас мы подойдем к вагону который в общем после диповского ремонта ну вы понимаете что такое диповского ремонт это вагончик должен быть как с иголочкой то есть там как новый люка поменяны кузов там поваренный как положено в общем вы сами понимаете такой диповский ремонт сейчас мы к нему подойдем то есть я такие вагоны после диповского ремонта вижу первый раз я просто удивился что такие вагоны выпускают то есть как можно было такой вагон в вообще выпустить то есть вот смотрите диповский ремонт чтобы понимали до 0 3 0 6 20 года то есть сегодня у нас такой месяц 0 8 месяц 20 число до получается 2 с копейками месяца прошло после диповского ремонта то есть видите да то есть диповский ремонт был и давайте посмотрим что они сделали на этом диповском ремонте вот давайте с самого начала да давайте по кузову на вот пожалуйста вы видите это какой-то позор посмотрите это после диповского ремонта смотрите как лючок закреплен да ну офигенно люк как бы такое ничего но я не понимаю зачем это сделали так так сделали это не разок чтобы он развалится понимаете после диповского ремонта смотрите вот вам кузов какой так давно люк а вот люк до подварили ну молодцы без валиков валики новые правда идем дальше то есть ну так так никто не делает тут надо просто вырезать вставлять как положено заваривать понимать и диповского ремонта так ну тут люк новый вот пожалуйста что это нижняя обвязка вообще никакая то есть тут практически ничего не делали то есть видите это это после диповского ремонта чтобы понимали вы же видите нет слов вот после диповского ремонта то есть понятно да разве может быть такой вагон после диповского ремонта то есть я вам показываю шмарневая и ушу кто-то варил я даже не знаю что сказать да никто ее не варил да вот стрелка показано никто не подваривал то есть указали что нужно сделать но никто ничего не подваривал вот смотрите что у нас тут смотрите смотрите какой люк ну то есть люк как бы есть но крепление которое держит этот люк отсутствует посмотрите все светит закрепление ним а то есть поняли да все гнилое вот вот тут вообще ничего нету там есть ну точно вы понимаете как этот вагон ремонтировать то есть вот люк ну то есть получается краской нарисовали что был диповской ремонт а на самом деле нифига не сделали это два месяца прошло после диповского что говорит да вот в диповском ремонте делают так тогда что говорит о других ремонтах там текущий допустим как-то ремонтировать в текущем если в диповском вот таком состоянии вагон выпускают ну просто я просто не смог не снять такой вагон давайте может с той стороны еще пройдемся сейчас я перелезу что у нас тут тоже такое состояние видите тут все должно вырезаться новые вставки вот люк пожалуйста но возьму это так после диповского лежать скорневая оторвана может ее и варили но как попало короче видите то есть на нему после диповского должен какой-то гарантийный до срок эксплуатации да ладно всем похуй ты чё все оторвано то есть это ремонт после диповского ремонта то есть два месяца после диповского ремонта то есть вы понимаете да вот но еще на текущем ладно еще можно сделать так потому что на текущем нету таких возможностей сделать швырневая оборвана так не должно быть друзья так это не должно быть то есть качество ремонта это качество ремонта диповского ремонта чтобы вы понимаете где паском ремонте так ремонтирует вагоны какой смысл что-то можно говорить в общем друзья слов больше нету да все друзья подписывайтесь на мой канал ставим лайчонки что вы об этом думать пишите в комментариях под видео до свидания